Здравствуйте! День государственного флага, государственного герба и государственного гимна белорусы уже отметили в этом году, 14 мая. Но даже не в праздничный день говорить о символах Беларуси нужно и важно. Все по делу о том, как белорусы любят, уважают и ценят современные госсимволы. В историю и значения государственных символов даваться не будем. Вот только покажем дедушку с его историей о фашистском бело-красно-белом флаге. Станет понятно, почему это не наш символ. В помните 20-й год, что не хватало нашей молодежи? Покрыли себя белыми покрывалами, бело-красными покрывалами и вышли на демонстрации, даже кинули парты в учебные забедения и подняли вот этот бунт в те времена. Это хочется так им сказать. Девочки, мальчики, вы же не видели этого, что этот флаг красно-белый творил в 41-м году. Фашисты и наши пособники под этим флагом, под этим символом бросали детей в горящее пламя. Они, когда я вот находился в концлагере Азаричу в 44-м году марта месяца, эти же халуи, которые служили фашистам, откормленные, сытные, они на штуки брали детей, на штуки поднимали над головой, несливки, бросали в эту траурную яму этих детей. Как же здорово, что здравый смысл победил. И флаг Беларуси красно-зеленый с орнаментом. Такой величественный. Он о нас, о белорусской нации. День победы в Могилеве в этом году. Передо мной шли эти замечательные детки. От площади Ленина и до площади Славы они несли наш белорусский флаг. А вот еще ребенок, который тоже 9 мая вышел за калитку с государственным флагом. Посмотрите на реакцию водителей. Расскажу вам уровень патриотизма моей дочери. К своей стороне. Смотрим телевизор, заиграл гимн. Доча косится на нас, встает. Отстояла весь гимн. Пат, он говорит, я не поняла, а почему это вы с папой не встали? Я говорю, ну Лера, ну дома как бы никто ж не видит, можно и не встать как бы. Она говорит, я все батеньке расскажу. И при чем здесь полный спереди? С 2023 года у государственного гимна есть свой праздник. Наравне с другими символами будет отмечаться этот день каждое второе воскресенье мая. Но даже несмотря на то, что праздник у него появился только сейчас, белорусы любили свой гимн всегда. Вот вам видео прошлых лет. Славься земли, наше светлое имя. Славься народом, братец и союз. Наша любимая власти красива, вечно живи и великий белорусы. Наша любимая власти красива, вечно живи и великий белорусы. Мурашки по коже от такого величия и глубокого смысла нашего белорусского гимна. Он о нас, о белорусской нации. Герб. Третий символ государства, по которому узнают страну на международной арене. И его тоже любят белорусы. Этот герб о нас, о белорусской нации. А еще свои символы есть у каждого района и области Беларуси. Каждый из них со своей историей и смыслом. Вот, например, это геральдические символы Костюковичского района, откуда я родом. Эти символы о многовековой истории моей малой родины. Про традиции, обряды и ремесла. О труде и заслугах. Это о нас, о белорусской нации. Изучайте историю своих корней, живите в мире и созидании, любите Беларусь.